Все, можете говорить. 11 марта 2011 года. Отлично. Тредвоенные годы. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Нет, не было. Я была очень рано осиротела. Знаете, в то время было очень трудное. Как раз раскулачивание. Моя семья такая была трудолюбивая, большая. И попала под это раскулачивание. И я осталась вообще сиротой. Потом дедушка отсидел срок свой на Соловках. И вернулся почему-то в Симферополь. И оттуда он сообщил нам. У него было 12 детей. А внуков я еще потеряла. Вот он одной тете написал, у которой я жила в Тбилиси. Я и в Тбилиси жила, и в Пятигорске жила. Ну, в общем, сирота. Где примут, немножко поживу. Но в Симферополе мне понравилось. Он женился, когда вернулся, женился на немке. Дедушка мой, очень хорошее царство и небесное. Но у нее сын был очень большой начальник. Он был директор фабрики Швейной сначала, а потом стал секретарем. Депутату избрали его, и он стал секретарь Президиума Верховного Совета Крымской АССР. Ну, и он, значит, пришел, познакомился со мной и говорит, хочешь учиться? Я говорю, конечно, хочу. Ну, уже в школу ты не потянешь, ну, там, высшую, да. А вот хочешь, вот на фабрику я тебе устрою, хочешь будешь шить костюмы, хочешь быть, платье шить, вот такое я тебе устрою. Ну, я выбрала шить платье. Мне очень нравилось платье шить. И хорошее у меня началось там в жизни. Он меня устроил потом в интернат. Я жила в общежитии. Никого не стесняла, ни бабушку, ни его. Но началась война. А как вы были призваны в действующую армию? Как были призваны в действующую армию? Значит, мы эвакуировались, вот убежали просто от немцев, уже наступали на Симферополь. Мы убежали, куда глаза глядят, и попали. Мы видели, как топили эти корабли с беженцами, баржи с беженцами. Ну, нам, слава Богу, удалось. Мы пересекли этот... И попали мы в эту балаклаву. А там, видимо, девочка знала кого-то. И она говорит, поедем в Беслан. Нас три девочки. И поехали мы в Беслан. И там мы стали... Пошли работу искать. А там формировался... Не формировался, а действовал воздушно-десантный полк. Такие ребята бравые, подготовленные. И на этой основе стали формировать бригаду. Мы сразу пошли учиться в Красный Крест. Кроме того, что работаем, мы еще бомбы там сбрасывали с крыш. Ну, в общем, энергия кипела у нас. И когда закончила этот Красного Креста курсы, потом, значит, уже формироваться, и мы пошли добровольцами в эту бригаду десятую. Вот я в нее и попала. И мы, значит, военно-грузинская дорога наша была, чтобы мы защитили ее. Тогда Аржаникидзе назывался, Владикавказ. И этот самый... Эльхотовские ворота, вот наши. И куда-то нас еще, я уже точно не помню, в книге, уже читать не трудно, в книге есть. Нас куда-то ночью перебрасывали еще на крымских... Там у меня на книге написано, на крымских и кубанских. Нет, не так. В общем, куда-то еще нас перебрасывали. Ночью нас подготовили. Значит, не курить, котелки все привязать, ложки привязать, не говорить. И вот так мы ночью шли. Вот объявят этот самый... Ну, перерыв, да? И мы падаем, как сноб. Вот лежим, потом тихо опять нам говорят, подъем. Мы встаем опять. Вот мы за ночь прошли очень большое расстояние. Что значит молодые? И заняли другую позицию. Ну, то есть мы очень выиграли во времени. Нас там не ожидали, а мы туда явились. Вот. Потом начались вот эти бои. Немцы, конечно, не щадили, не жалели ни бомб, ни снарядов, ни самолетов, ничего. С утра начинается... Штук 25 самолетов летает и сбрасывает на нас бомбы. А потом, значит, земля эта вместе с разрывами снарядов темно становится. Потом вроде эта земля оседает, и дым отторсеивается. Ну, вроде жив остался, да? Потом начинается земля... А, нет, потом еще артиллерийский еще обстрел. Артиллерия пошла. Еще раз нас, значит, минут 30, наверное. Потом вот, когда уже после артиллерии осядет этот дым, немножко видно чего-то, тогда вдруг начинает земля качаться. Это пошли танки. И вот у меня есть книга Жукова, нам подарили. Карпов пишет, не Жуков, но он хорошо написал. Он пишет, Кавказская война это танковая война. Танков было ужасно. Все на танках было. Ну вот, наше дело, медсестер какое? Перевязывать. Вытащить его из-под... Ну, какой... Там много кустарников. Это северная... Осетия северная. Там кустарники такие. И вот он, бедный, попал куда-то там, видно его. Снайпер его уже прицелил там. Вот нужно его вытащить оттуда и перевязать еще. Вот. Работа такая. Правда, нам выдали теплые штаны. Уже холодно стало. Уже сыро. Руки в крови по локоть. Боже мой. И, значит, вот перевяжу их и под кустики положу. Сейчас-то их нельзя никуда не везти, не везти никуда. Потому что добьют совсем. И вот до вечера пока улягутся немцы или кофе начнут пить свой традиционный. Да, у них традиции не нарушали. Тогда, значит, как-то подводы или некоторые отлежатся и уже сами у нас обозначатели ставили, куда идти. Сами некоторые уйдут, а некоторых на подвозах на подводах увозят. И, в общем, разгрузимся. А вот когда уже мы удержали... А, когда немцы... Гитлер, значит, приказ за приказом взять столицу Кавказа, Владикавказ, а наш Сталин приказ за приказом ни шагу назад. Если вы отступите, вы погубите не только себя, но и свою Родину. И вот мы между двух одней. Гитлер еще придумал, что всем кресты, все, кто по, значит, Кавказ вот надо забрать и к 7 ноября, вот он ошибся, не надо было это еще 7 ноября, для нас это святой праздник был. взять и парад устроить во Владикавказе. Ну, мы им этот парад показали около Владикавказа. Похоронили их там всех. А на утро еще в наступление пошли. Вот с этого мы начали наступление. Но они очень огрызались, ох, как огрызались. И вот уже далеко мы подошли почти к Пятигорску, близко от Пятигорска. И такое селение я запомнила, потому что меня там ранило, Майрамадах. И вот я точно так же с этими с ранеными вот там под кустик их перевязала и ждала, что, значит, до вечера они полежат, а потом их увезем. и нас заметили. И нас еще раз вот таких раненых уже, но я еще не была ранена. А я увидела, и столько этих мин рвется кругом, а я заметила, вот слева около меня такая вымытая дождем, вот дожди и дождем вымытая такая ложбинка. И вот я думаю, окапываться некогда, чем окапываться и когда. И я думаю, сейчас вот это просвистит, а они так свистят ужасно. Кажется, что вот этот на меня летит, эта бомба, этот снаряд. И вот я думаю, сейчас я вот этот окопчик, сейчас он и просвистит, и я туда перейду. И в этот момент, в эту лозубинку попадает снаряд. и меня все обсыпало этими осколками. И левая голень, и левое плечо, и левая поясница, и вся поясница. Ну, в общем, это меня еще спасли штаны, ватные же у нас штаны были. Когда подошел, а я так и подумала, что ну, вот и все. Вот так я подумала. Вдруг я услышала голос, у меня начальник был, фельдшер Володя, очень хороший парень, боевой такой. Я услышала его голос, он говорит, ты жива? Ну, я так обрадовалась, я уже жива. Но он, правда, меня на руках отнес, я не могла идти, у меня уже полная нога, крови там, все. Вот. И повезли нас в госпиталь, женский нужен госпиталь. А везли в товарных вагонах, никаких, конечно, там не, не то, что кровати, полок не было, мы на полу, на соломку там еще. Ну, в общем, какой город не привезут, там нету, женских мест нету. И меня привезли аж в Баку. Я лечилась в Баку. Долго я, пять месяцев я там лечилась. Главное, что вот плечо у меня особенно было длительно лечилось, осколок попал глубоко. А там по любому госпитале ну, не увидели. Они рассекли, это был кусок шинели, а им показалось, что это уже все, вытащили они. И вот я в госпитале лежу, лежу, все уже зажило. у меня на пояснице вот такие швы все зажило уже. А потому что это ранения вот такие грязные, да, их лечат открытым способом. Рассекают все, чтобы больше кислорода поступало, иначе будет гноиться. Ну вот, все уже вроде затянуло, зажило, а плечо никак, все у меня гной оттуда идет. Потом, значит, мне профессор посмотрел, зонт вот так сюда вставил, повернул его весь и говорит, завтра на операцию. Ну, завтра мне на операцию, почистили, я еще лежала пока, пока зажила. Вот, после этого, значит, я вернулась, а ехать некуда, Воронеж, где моя родина занят немцами. Вот только в Пятигорске у меня здесь тетя была. И вот я поехала сюда после... Меня комиссовали, конечно, рука не работает, рука на привязи. Вот. И я приехала к ней. Пошла, не могу сидеть на шее, когда она меняет... Ой, какое время мы пережили вот на наше поколение, боже мой. Она ездила куда-то в село, меняла вот одежду на крупу, на картошку, на что-нибудь. Вот. И я думаю, как же я буду на ее иждивении сидеть. Я пошла в санаторий Лермонтова в Пятигорске, объяснила свое положение. Они говорят, ну как вы можете с сестрой работать, если у вас одна рука? А я говорю, ну другую какую-нибудь работу мне дайте. Они говорят, знаете что, вот в этот, когда привозят поезда раненых, обработка идет, и надо снимать вот одежду, вы будете смотреть, какую еще можно починить, а какую уже надо выбросить. Вот этим вы будете заниматься. Вот я, значит, девочки снимаю, если я не могу, я тогда говорю, девочки, вот сюда бросайте, а эту сюда бросайте, а эту еще можно постирать, и починить, и опять можно надеть. Время вот такое. Ну вот. И вот я когда выздоровела, у меня сестра жила в Воронежской области, у нее муж, я вас задерживаю? Нет, абсолютно. Нет? У нее муж, в армии был еще, служил, и был в Германии, и он как раз уже, война уже закончилась, или заканчивалась, уже наших русских оттуда репатриировали, вот он этим занимался, а у нее трое детей, и она смертельно больна, у нее язву желудка была, и она мне делает вызов, чтобы я приехала, а тогда сложно было, она через шамотный завод там сделала вызов мне, и я вернулась к ней, ухаживала вот за ее тремя детьми, она, конечно, умерла, я ее похоронила, детей же надо кормить, я иду в военкомат, давайте мне пати стату, который на нее, нет, мы не можем, возьмите опекунство, они держат, на военкомате числятся, так они нашли девчонку, надо на ее спихнуть, этих детей, и все, они будут свободны, я говорю, хорошо, я согласна, как оформить, а тогда не было там нотариуса, этого ничего не было, прокуратуру, идите вот в прокуратуру, я пришла в прокуратуру, сидит такой, девочка зашла, в гимнастерке, ну, такая, да, еще, обстрелянная, но молоденькая, и он сразу, такие, у него глазки такие, узкие стали, посадитесь, садитесь, я вам сейчас все расскажу, в это время заходит, красивый, высокий, темноволосый, мне еще никто не нравился, вот я сколько их видела на войне, правда, может, так, потому, что я их видела, всех раненых там, да нет, и не раненых видела, и такой красавец, если бы я стояла, то я бы упала, ну, я сидела, слава Богу, этот, сразу, пожилой, я его назвала, а он, ну, 40 лет ему, а для меня тогда это уже пожилой, а он говорит, это наш следователь, он вам сейчас все расскажет, как оформить, он садится, совершенно спокойным голосом, говорит, рассказывайте, что у вас, и вот он это сказал, я сразу успокоилась, кончилась, моя вся любовь прошла, и, значит, он говорит, да, я говорю, вот сказали, чтобы в военкомате, чтобы я опекунство взяла, он мне рассказывает, как официальное лицо, он мне рассказывает, как взять опекунство это, вот он рассказал все, я встаю уходить, он говорит, Анна Васильевна, я вас провожу, выходит, и уже как неофициальное лицо, он мне говорит, а вы что, свою жизнь хотите посвятить этим детям? Я говорю, нет, приедет отец из Германии и заберет их, а он говорит, а он может вернуться, посмотреть, что вы за детьми хорошо ухаживаете, вы такая же, уже будете, ну, не хозяйка, как он сказал, ответственная перед детьми, раз вы возьмете опекунство, как и он, а он может сказать, а мне еще доучиться надо, он не доучился еще, а я говорю, нет, я так не хочу, я хочу, когда он вернется, чтобы детей он забрал, а с тремя детьми, ох, как трудно, мне все время с тремя, с тремя, и мой муж потом умер, я с тремя осталась, ну, в общем, этих детей, очень трудно, он их, он забрал их, оформил, он их, конечно, не, а он привез, во-первых, жену беременную, он их не ставил у себя, оформил их в детский дом, а они из детского дома убегали ко мне, а я уже вышла замуж за этого, за Ермакова, вот, они убегали к нам, и ночью он брал под воду откуда-то, и возили, ночью отвозили, потому что днем-то все подводы заняты, мы отвозили в детский дом этих детей, ну, в общем, потом немножко так утряслось, все вроде наладилось, его новое назначение получил он, ой, у него-то тоже такая судьба, а я все это пережила с ним, он сын белогвардейца оказался, казак, и, значит, вот как раз там мы были, а его мать оставила своего второго мужа, первого мужа казака, вот, Ермакова, ему, кстати, есть памятник в Ростове, это прототип Григория Мелихова, и, значит, его расстреляли в 27-м году, а она, значит, за этого вышла, за бухгалтера, а он очень выпивал, а она учительница, и она, когда Борис вот получил назначение, да еще и женился, она бросает этого, и приезжает со своим сыном от второго мужа к нам туда, вот, а этот муж оскорбился, бросили его, ребенка забрали, он пишет, кто у вас учительница, или она директор школы даже была, кто у вас директор школы, жена белогвардейца, в горком пишет, кто у вас следователь прокуратуры, сын белогвардейца, их вызывают на горком, на райком, на бюро, они пробыли там очень недолго, когда они оттуда вернулись, вы знаете, прямо их можно было с трудом узнать, вот как судьбу их сразу сломали, с работы выгнали, из партии исключили, никто они уже, никто, абсолютно, ну и здесь свекровь говорит, поедем туда, где она со своим этим белым казаком жила, Урюпинск, и мы поехали туда, жили в Урюпинске, ну вот, оттуда приехали, написали письмо Сталину, я ему говорю, я читала в газете, что дети за родителей не отвечают, и мы так и написали Сталину, что вот был у него отец, но я его не помню, но он его помнит, конечно, но писал, что он не помнит, его расстреляли, я вот, а теперь вот меня исключили из партии, и вы представляете, ему ответили, вызвали его в Москву, моего мужа, он пошел в райком, а ему говорят, поезжай, поезжай, потому что если бы тебя не восстановить, они бы тебя не стали вызывать, поезжай, он поехал, его восстановили, через полгода у него сняли этот выговор, за скрытие соцпроискровения, и через полгода он получает назначение, а нет, не получает назначение, он пишет опять в Воронеж, откуда его выгнали, пишет этому индовицкому прокурору, что вот меня восстановили, я хотел бы опять работать в прокуратуре, а он ему отвечает, я бы вас взял, но к сожалению, я получил новое назначение, в Ставропольскую край прокуратуры, где мы и оказались, а потом, значит, там в селе сначала мы жили, ой, ужасно, как люди живут, я посмотрела, а он пришел, учительница повесилась, вот Спитцевка, село, где мы жили, мать, значит, учительствовала, я с ребенком дома, а он в прокуратуре, и вот когда эту учительницу он расследовал, никто ее не принуждал, просто от безысходности, она училась в Ессентуках, здесь госпиталя, здесь молодежь, здесь танцы, манцы, и вдруг она попадает в эту дру, как Спитцевка, это вы даже не представляете, я даже не знала, что такие есть места, ни дерева, ни куста, все, этот, перекати поле, и все, овцы, и больше ничего, и такие, дома там, ой, ну, в общем, ужасные, и мой муж поехал доложить, что с учительницей никто, ну, она покончила с собой сама, он доложил, а ему прокурор потом говорит, у меня в Кисловодске место освободилось, если хотите, ну, вот мы оказались в Кисловодске, слава Богу, какой путь надо было пройти, да? А награды, можете о них рассказать, о своих наградах? Вот. Да, какая самая дорогая? Вот, самая большая награда, это орден Отечественной войны первой степени, значит, ну, для того, чтобы ее получить, надо иметь боевые награды, из боевых у меня, вот, за боевые заслуги, и надо иметь ранения, чтобы получить этот, вот, Отечественная война подразумевает и боевые награды, и ранения, вот я ее получила. Остальные, это, ну, больше такие юбилейные, ну, и не юбилейные есть, вот это, когда, сколько лет, 203 года, Кисловодску я получила, там еще у меня, вот, висит на большом этом, это тоже городская, за, как она называется, а я лучше посмотрю, это забыла, как называется, я же сразу начала общественной работой заниматься, мы собрались, в 80-м году здесь был слет военных медиков, такие там, и Петровские, всякие были, и, после этого мы собрались, вот, медики, которые тут остались, да, и решили организовать клуб, во-первых, это, а что я хотела посмотреть, а, вот это, хранитель традиций, вот эта медаль, городская, вот, и, значит, мы собрались, медики, у меня есть фотография, такая, где мы сидим, первое, первое наше собрание, если я найду, где-то должно быть, и решили, что мы все будем, организуем клуб, а, во-первых, этот съезд, вот, первое собрание, съезд этот постановил, чтобы в Кисловодске, ведь Кисловодске, больше 600 тысяч вернул в строй, солдат, ну, конечно, и погибло, здесь много, и умерло, вот наше первое собрание, которое мы провели, медики, военные, все врачи, сестры, а вот, можете рассказать о командирах своих, кто запомнился больше всех? Больше всех мне запомнили, конечно, Харьков Володя, можете нам рассказать, Потому что, ближе у меня всех был, да, ну, еще, есть там, вот на фотографиях, я когда посмотрю, вспомню. А, кого вы, ваши товарищи, считали наиболее выдающимся полководцем? У нас был, этот, у нас был боевой командир, ох, как же его фамилия, дай бог памяти, и его называли, наш Чапай, называли, но у него фамилия есть, я вам скажу, как же его фамилия. А из полководцев? Ну, там, Жуков, нет? Ну, Жуков у нас не было, конечно, нет. Ну, Жуков... Не, ну, вы просто считали выдающимся, вот, кого он... конечно, конечно, Жуков, конечно, Жуков, да. А каково было ваше отношение к личности Сталина? Относились как к Сталину? К Сталину? Ну, как вам сказать, в то время, когда я еще была, вот, молоденькая, да, мы все как-то слепо верили в это, слепо. Вот, товарищ Сталин, вот, все от него зависит. Потом, когда я повзрослела, я поняла, что это совсем неправильно мы считали, совсем неправильно. Во-первых, я поняла ошибку, которую, не то, что ошибку, а вред. Ну, это как вражеское какая-то было, вот это раскулачивание. Это же первый удар по России. Первый удар. Вот у моего дедушки столько было детей, нормально жили, дом построили, все трудом, все трудом. Зимой он еще валенки валял, потому что такая семья, да, 12 человек, они то стали, то жениться, то замуж, то это, то дети, то внуки. И он, значит, вот работал так. И вдруг все это оказывается надо бросить, отдать, ну тогда в колхоз, отдавайте в колхоз. А вот очень хорошо в этом Тихом Доне показывают, когда в колхоз отдали, а я это сама видела, когда в колхоз отдали, хоть я и маленькая еще была, а они там не кормленные ходят, мычат эти бедные коровы. Никто же их не кормит, дома же их кормят хозяин, а там, ну в общем, самый большой вред это коллективизация. Так что это ошибка. А что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте? Разные народы, что объединяло? Ой, вы знаете, какая была дружба, вот на Кавказе я видела. Объединяла вот цель освободиться от немцев, жить дружно. Вот это я все ощутила. Очень была большая дружба народу. А как удавалось не падать духом, дисциплину поддерживать? Вы знаете, если бы я одна была, может, я бы и плакала, и упала бы духом. Ну, ведь кругом товарищи. А вообще ужасно, конечно. Вот пополнение получает, приходит ночью, утром, уже этих почти не увидишь, вернее, опять к вечеру. Я встретила, запомнилась мне очень, воронежский лейтенант. Он, значит, только закончил училище. Мы с ним познакомились. Тогда было очень трудно с фотографиями. Аппараты мало у кого были. И у меня была фотография. Я так дорожила ею. И вот я вдруг познакомилась с этим воронежским лейтенантом. Мой земляк, во-первых. Во-вторых, мы с ним просидели, вот там, в землянке. И уже, как будто мы знаем давно друг друга. И мы обменялись фотографиями. А он очень хотел посмотреть, как же она называется, Господи Боже мой, оборону. Оборону. Вот какую мы держали оборону по военно-грузинской дороге. Вот. И вот он рано утром, пока солнышко, там кукурузное поле, он вышел. Я не видела. Я вдруг днем, уже к концу, санитары, они-то меня знают, увидели фотографию у него мою. И мне ее приносят. А я понять не могу, что ж такое. Я ему подарила, и он мне подарил свою. А мне и приносят ее. А они говорят, так его ж убило. Он пошел смотреть оборону. И его сняли. А он же еще, наверное, в этой форме молодой еще. Никто не подсказал ему. Наверное, и пуговицы начистил, чтобы лучше блестели. И его сняли. Вот, пожалуйста, вот он не был ни одного. Вот судьба какая. Вот такие случаи, представляете? Вот не был ни одного дня. Он только посмотреть захотел оборону. А ведь он хорошо учился, лейтенант. Он бы, может быть, много пользы бы принес. Ну вот, неосторожный один, непродуманный шаг. Не зная броду, не лезь в воду. Вот это относится к этому. Вот. А как вы оцениваете нашу боевую технику? Технику боевую как оцениваете? Ваша оценка? Ой, техника у нас неплохая была. Неплохая. Ну, у немцев, конечно, посильнее. Побольше у немцев. Побольше техники. Ну, у нас очень дух силен был. Так что у них техника, а у нас дух силен. Сильнее. А известия из дома? Писали письма домой? Письма писали домой? Вам писали? А мне же некуда было писать. Некуда было писать. Абсолютно. И мне никто не писал. А потом, вот я когда вышла, видите, тоже нарожала троих детей. Трое детей у меня, взрослые уже все. А он рано умер. Я с 42 лет одна их воспитываю. А где и как встретили День Победы? День Победы я встретила, вот когда я приехала, похоронила сестру в Воронеже. Вот ее троих детей. Значит, ждала, пока вернется ее муж отдать их. И вот вдруг утром рано стучат мне в окно. Война окончилась. Война окончилась. Это такое было непередаваемое. все плакали, все много пережили. И вдруг наконец кончилось это. А у меня же еще, представляете, какое горе и в то же время радость. Значит, придет отец, я отдам этих племянников своих и буду свободна. Ну, в общем, потом началась это меня, как же я после армии, у меня такая честь, карточная система. Меня назначают начальником контрольно-учетного бюро. Я отвечаю за эти талончики, которые там стоят. У меня штат, шесть человек. Они сдают все эти, подсчитывают. А я потом езжу. Все от руки. Я езжу по орсам, по рудникам и сверяю. Вот у меня корешок, а я там сверяю. Правильно? Ничего не подделали. Ну, и подделывали тоже. Было такое дело. А что бы вы хотели пожелать молодежи? Молодежи? Вот надо ценить, что есть. вот ценить надо. Это все прекрасно, вот жизнь прекрасна. Вот я уже много прожила лет, да? и вот я смотрю, жизнь все лучше, лучше, лучше. Мне так кажется, может быть, кому-то и не так. Хотя у меня жизнь была очень тяжелая. Вы представьте, трое детей, которых надо накормить, одеть, учить. Вот школа, вторая школа. И еще работать. Это же очень трудно. еще я общественной работой занималась. Вот я же уже с 80-го года я в этом медиками этими занимаюсь. Понимаете? Вот сейчас только. Вот вы у этого были, у Дмитрия Тихоновича. Вот он два или третий год он работает. Это он меня сменил. потому что я уже слух у меня уже хуже стал и болеть стала и раны болят. Вот лка у меня стала правая совсем плохо работать. Я не могу писать, я не могу есть даже правой рукой. Вот и я почувствовала, что так я подала заявление и со второго раза меня освободили. Ну вообще я в почетных осталась этих ветеранов. Он у меня и грамоту мне дали, и удостоверение дали. Сейчас вам покажу какой я почетный ветеран. А вот эту газету вы наверное видели, да? Вот это когда 30 лет победы отмечали. Сейчас вам покажу. А что я пошла показать? А у ветерана почетного. Почетного ветерана. Эту городская. Я дорожу ею этой городской. Их очень мало выдали за как она называется? За хранитель красивая видите. Видите, Как она называется? Хранитель традиций. Ага, хранитель традиций. Да, да, да. Это вот к ней удостоверение. А это вот, что я почетный теперь гражданин, почетный ветеран. Меня везде приглашают, я бесплатно держу. Ну, я уже и возрастом своим заслужила.